Радио про формула. Если ваша стихия – скорость. Побеседуем. Микрофон. Приветствую всех, кто нас слышит. И если вы нас слышите, значит, вы настроились на волну радио про формула. У нас очередной выпуск нашего такого виртуального радио кафе. И сегодня у нас в гостях в нашей студии, в нашем кафе, Геннадий Борщ. Даже не знаю, как правильно вас представить. Ну, скорее всего, вы владелец, да, и руководитель, наставник для картинговой команды «Ингулкарт». Вот. Ну и, собственно, я долго думал, с чего начать нашу беседу. И вспомнил, собственно, почему я так настойчиво вас к себе приглашал. Потому что совсем недавно, когда я готовил материал о том, что в Александрии возрождается кроссовая трасса, я там вот в процессе переработки материала обнаружил, что вы и Сергей Борщ, это отец и сын, и что вы, собственно, стояли рядом с отцом, когда вот эта трасса, мото-кроссовая сначала зарождалась в Александрии, а потом вы сейчас тесно связаны с картингом. Это первый вопрос, почему не кросс, а картинг. И второй вопрос, наверное, почему «Ингулкарт». Объясняю. Смотрите, первое, картинг, да, мы с папой начали заниматься в 1995 году, мне было 9 лет, начали ездить на гонки, так как кросса не было в детских классах, в то время, да, сейчас есть, то мы начали, естественно, с картинга. Вот как бы здесь устаканился, и вот 19 лет я в этом спорте, то есть, в принципе, есть хороший опыт. То есть у вас в кроссе вообще не было ни одного, ни старта, ни даже попытки? Нет, я как-то пару лет, года 2-3 назад взял машинку в аренду и ездил в гонках на выживание. Ну, на Александрийской трассе, небось, да? Там сейчас эти гонки процветают. Да, процветают эти гонки, я еще выиграл гонку там эту, то есть, в принципе, вот такое только опыт. Ну, честно говоря, говорят, дрифт не спорт, а мне кажется, что гонки на выживание – это тоже не совсем спорт. Не совсем спорт, это шоу. По катушке, да. Ну, а картинг? Там из быстрых, реально, я помню четко по соперникам, было 2 или 3 пилота из 43, то есть, ну, каких действительно быстрых пилотов, все остальное, какие ребята просто поездить. Ну, а почему картинг, понятно, а почему Ингул? Почему Ингул? У отца был клуб, спортивный клуб Ингул, так и назывался. Это не бойся в честь речки, да? В честь речки, да, которая текла на родине у нас там в Александрии, и получается, что этот, в принципе, спортивный клуб, он сейчас действительный. Кировоградский Миссевый Соредок Автомобильной Федерации Украины, он же есть спортивный клуб Ингул, то есть, там просто ребята из Кировограда занимаются этим, я, в принципе, недолго думая, решил просто добавить карт, получился Ингулкарт. Хорошо, но ведь вы же не сразу стали владельцем и тренером, и наставником, у вас еще была какая-то карьера картинговая. Вот о ней расскажите. Да, вот смотрите, карьера картинговая, в принципе, моя карьера картинговая закончилась как пилота в 2008 году, я в этом году стал чемпионом Украины, вот, ну, как бы, понимал, что дальше не особо интересно, и принял решение создать команду, вот, и, как бы, в 2009 году мы дебютировали в чемпионате, хотя команду я сделал еще в 2005, да, но, тем не менее, вот, с 2009 года я начал плотно заниматься своей командой. Так, а почему они пошли дальше, там, в ралли, в кольцо, а именно остановились? Финансовая точка зрения, то есть тут проблема. То есть вы решили не тратить, а решили зарабатывать? Да, ну, просто дело в том, что, действительно, спорт очень дорогой, поэтому я бы не потянул куда-то дальше после картина 100%. Вот. Но, тем не менее, к вам-то детки ходят, и, значит, у них есть какая-то перспектива, они в этом видят перспективу? Смотрите, они в этом видят перспективу, в принципе, родители видят перспективу, то есть всем интересно заниматься этим спортом. Мало того, у нас, как бы, команда показывает самые высокие результаты в детских классах. Вот, в прошлом году у нас девочка была чемпионом Украины, Рита Щеголева. В этом году ее старшая сестра будет, я думаю, чемпионом, сейчас она пока первая лидирует по очкам. И плюс мальчик Донецкий тоже в миниках едет, сейчас в первой абсолюте. То есть, в принципе, как бы, весь этот опыт я переложил на команду и просто, как бы, воспитываю. То есть все, что вы знали, все, что успели изучить, все решили передать? Ну, и картинг, на самом деле, такая сложная наука, поэтому тут невозможно все изучить. Изучаем дальше, как бы, и добавляем, добавляем, добавляем к результату. Хорошо, но мне вот, ваша команда, когда я там немножко пытался разобраться в картинге, пытался там делать какие-то новости о картинге, следил за новостями, следил за соревнованиями. Ваша команда мне в первую очередь нравится тем, что у вас очень много малышей. Это у вас изначально был такой план, да, работать только с малышами? Да, только с детьми, да. А откуда именно такой план? Почему такой план? Потому что они, как пластилин, из них легко... Да, из них очень легко слепить, они очень стараются, они когда чувствуют, что, если ты им объясняешь... И сначала дети, как обычно, упертые, да, вначале. То есть они не слушают. Потом, когда они начинают чувствовать, что то, что говорили, то, что получилось, они сразу увидели результат и сразу захотели, и сразу понимают, и уже с открытым ртом слушают, и стараются, как бы, и у нас очень легко налаживается контакт, и дети нормально едут, то есть такого плана. Поэтому приятно с детьми работать, на самом деле, и нашим всем механикам, и инженерам, и мне, то есть в частности, как тренеру, то есть всем интересно с детками. С детками легко, очень легко, и они очень стараются, то есть это у них цель. Они добиваются этих результатов легко только за счет того, что они слушают, слушают, стараются, и все получается у нас с взрослыми сложнее. Насколько я помню, во время одной из наших бесед, я там спрашивал, по-моему, какие-то итоги соревнований мы подводили, и слово за слово зацепились за работу с детками, и вы, по-моему, это вы были. Может быть, конечно, Сергей Запорожец, он тоже с малышами работает из Одессы, но, по-моему, все-таки это вы. Рассказывали о том, что у детей, ну, вроде бы как с ними легко, они все впитывают, и как пластилин, но, с другой стороны, у них с ними тяжело, поскольку там они иногда хитрят, иногда скрытые. Есть что-то тяжелое в работе с детками? Самое сложное для меня лично, да, это работать с такими застенчивыми детьми, которые научить, в принципе, пилота быстро ехать несложно. То есть, ну, надо год-полтора, и пилот уже едет хорошее время, нормально. Но есть проблема с обгонами, с характером, с силой, скажем, с лидерскими позициями, ну, со стержнем. Вот это основная проблема. Вначале не видно в ребенке, есть, нету, что, как, ну, как дальше будет. Потом, по мере того, как он разгоняется, уже начинает быть видно, обгоняет он, боится. Ну, нужно постоянно мотивировать. У нас, получается, каждый ребенок со своим, ну, у каждого ребенка есть свой подход, да, к нему. И абсолютно разные мотивации, полностью разные. Кому-то нужна машинка, а кому-то нужно в школу, не пойти в понедельник. То есть, ну, абсолютно, кому-то что-то грандиозное. То есть, да, вот так. Ну, мы разными методами ищем, щупаем, как бы найти. То есть, ну, есть даже, я знаю одного мальчика, в Украине он ездит в чемпионате, ему папа платит деньги за то, что он там призы заезжает, первое, второе, третье место. Призовые, да? Да, призовые, да. Папа призовые. Этому мальчику, да, он ездит в чемпионате. То есть, каждый ищет для себя какой-то подход, то есть, ну, такого плана. Есть, наоборот, дети, которым вообще ничего не надо. Они и так хотят, и так стараются, они выжимаются на 100%, им ничего не надо. Они хотят только результат, то есть, это для них конечная цель. Вот. Ну, то есть, такого плана. Конечно, когда ребенку там 5 лет, да, или 6, то с ним надо уже там разным. Для него это как игра, поэтому надо какие-то мотивационные вещи, там, или кубок в конце. Вот у нас есть такой мальчик, Эдгар Анпелогов. Ну, по-моему, самый маленький. Самый маленький, да, в чемпионате. Вот у него цель после награждения получить кубок. И это цель номер один. Получается, что не всегда получаешь, потому что попробуй заедешь еще в призы, да. И он тогда плачет, наверное, блин, очень долго плачет. Ну, прямо берет его сильно за душу. Так вы в команде сделаете свой личный кубок за волю победить? Мы делали, да, комитетом картинга делали такой кубок, организаторы давали кубок. Специально для Эдгара? Как для маленького, да, пилота, самого маленького. Мотивация дополнительная. Хотя вот какая-то мотивация. Сейчас уже подрос, сейчас уже едет хорошо, сейчас может в тройке заезжать, поэтому уже такой мотивации нет, сейчас нормально. Хорошо, но вот не можешь же любой человек вот так вот взять и найти легко общий язык с ребенком, с любым, с разноплановыми детьми? Откуда у вас вот это тебя возбуждение, знание? Я, честно говоря, как бы... Природа? Не знаю, ну, само по себе получается без проблем. А у вас у самого дети есть? Да, есть. У меня ровно месяц позавчера было ребенку. Ровно месяц. То есть теперь вы, ну, я думал, может быть уже более взрослые дети, и вы, наоборот, отцовский опыт перенимаете и передаете детям. Теперь больше наоборот. Да. Вы тот опыт, который приобрели в картинге, больше, наверное. Я прослушал, сын или дочка? Сын. То есть получается у вас потенциально еще один... Пилот. Боец. Меня в чемпионате Украины все поздравили с новым пилотом в чемпионате, для чемпионата Украины. С новым будущим чемпионом. Да, да, да. Так что вот так. Ну, то есть никакого там особого специального педагогического образования у вас нет? Нет. Просто где-то заложено было изначально? Ну, в принципе, смотрите, сложного в этом ничего нет. Ну, просто абсолютно ничего сложного. Как это? Детки это такое? Ну, это как бы тренерская работа, просто к детям чуть-чуть отдельный подход. Не такой, как и взрослым. А так в принципе... Взрослым можно, не знаю, там, в конце концов, срача дать там где-то. Ну, детям тоже. Дети у нас получают, они отжимаются очень много. У нас в качестве наказания отжимания идут, поэтому они такие, ну, как бы... Они понимают, чем они занимаются. А как они вас называют? Гена называют. Вот так просто. Нормальные дружеские отношения, да. Именно на «ты», да, как положено? Да, да, да. То есть вы дружите? Да, мы дружим. А как часто вы встречаетесь со своими воспитанниками? Смотрите, каждая гонка... Поначалу, когда дети, например, свежие, ну, скажем так, там, первый сезон... Только пришел, да? Да, первый сезон. Очень было сложно, очень сложно. Результата не будет 100%, это очень сложно начинать. Ну, тогда мы приезжали на гонки, наверное, со вторника. Бывали гонки, когда мы со вторника уже были на трассе. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Сейчас уже проще, сейчас мы с четверга на трассе обычно. В четверг утром мы уже начинаем тренироваться. Вот. Тренировки, как таковые, просто, да. Ну, получается, картинг – это шоссейно-кольцевой спорт, в котором очень важно ехать по зацепу на трассе. То есть ты едешь на резинный слик на асфальте. Поэтому, если есть пыль на трассе, то тренироваться, в принципе, опытному пилоту уже не нужно. Потому что это будет ему только хуже делать, да, тренировка. Если он едет по пыли, потому что тогда будет какой-то занос. На максимальной скорости проезжая поворот, он все равно будет в легком заносе. Это неправильно. Потому наши, в принципе, вот в этой концепции, да, мы поэтому мало тренируемся с опытными пилотами. Да, свежий пилот, который пришел только. Мы начинаем его учить абсолютно всему. Тому нужно как можно больше тренировок. С такими детьми мы выезжаем, например, у нас тут рядом чайка, да, выехали на чайку и там тренируемся потихоньку. С пилотами, которые едут гонки, вот, с теми нет смысла. Мы тренируемся с четверга на какой-то трассе, где будут соревнования, как бы четверг-пятница тренировки, суббота-воскресенье гонки. То есть, в принципе, этого хватает, чтобы раскатить пилота. Но, если приехать с ними в любой день, в любой день, например, на ту же чайку, он, во-первых, поедет в медленное время, во-вторых, он поедет в заносе. И потом, когда будет гонка, будут все на новой резине, на трассе появится резина, будет зацеп, и этот пилот со своим заносом будет, ну, тормозить в поворотах из-за заноса. Поэтому это делает только хуже. Мы стараемся не ехать. Я для себя взял такую вещь, что, например, лучше проехать вместо там 10 тренировок, скажем так, по пыльной трассе, лучше проехать одну или две гонки где-то за границей. Вот мы выбрали такой недорогой чемпионат Румыния. Три сезона ездили там рядышком, во-первых. Во-вторых, там нормальные цены, как бы на взносы заявочные, все. Резина. И получается, что там всегда зацеп на трассах, и поэтому мы приезжаем, например, даже туда во вторник. Новая абсолютно трасса, во-первых, новая. Во-вторых, сложная трасса, то есть закрученная, очень сложная трасса с торможениями, с длинными прямыми, то есть, ну, сложная. Мы приезжаем, и как бы мы едем по зацепу. Уже со вторника мы едем там по зацепу. У нас такого нету на наших украинских трассах. У нас пыль постоянно, потому что или прокат едет на трассе, постоянно выносит пыль на трассу, или ветер... Не обрезинивает, а наоборот засоряет. Нет, прокат собирает резину, нашу резину, которую мы оставляем после гонки. Вот печально почему. Хорошо, а вот между тренировками на трассе какие-то там, может быть, у вас психологические тренинги, какой-то тимбилдинг, какое-то там совместное времяпрепровождение. Смотрите. Какие-то там места, дни рождения совместные. Я вас понял. Да, схема такая. В принципе, у нас едем мы гонки весь сезон, в конце гонки у нас пати, да, корпоратив такой. Мы едем все к Вове Степашко на дачу, к пилоту одному, в Шацк. И мы там на Шацких озерах после соревнований всей командой отдыхаем недельку. То есть, такого плана это у нас есть. Да, прикольно там. Ну, на самом деле, классно время проводим. Два сезона подряд мы там... Это попадает как раз на Щига, Левы, Риты, день рождения. Вот, и мы еще день рождения празднуем. Такого плана. Бывают у нас учебно-тренировочные сборы. То есть, это если есть большая пауза между соревнованиями, я могу сделать какие-то учебно-тренировочные сборы. Мы всей командой выезжаем, например, там в ту же Полтаву, и там просто дня два-три тренируемся, да. Вот, у такого плана. А так, в принципе, от гонки до гонки. Только соревнования. А как, кстати, на учебу положительно влияет увлечение и занятие? Честно говоря, детям приходится пропускать школу. У вас двоечники вообще есть? Строечники? Или у вас все хорошо учатся? Да нет, все нормальные. То есть, это, мне кажется, наоборот, дисциплинирует, стимулирует? Я думаю, да, 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 это таки есть. Тем более, если показал плохой табель, вы его не берете на сборы, да? Ну, так родители придумывают, на самом деле. А, это не своя, там, своя специальность. Это свой подход, да. Вот, поэтому, в принципе, в целом вот так и получается. А скажите, с кем легче работать, интересно мне, с мальчиками или с девочками? Смотря в каком возрасте. С девочками очень легко, вот на ранних стадиях легко, вообще элементарно. Они быстро все хватают, мальчики подтормаживают рожки. А потом, в принципе, одинаково. И я еще помню, вы как-то говорили, что девочки более честные. Мальчики иногда хитрят, ну, больше хитрят, скажем так. Ну, мальчики, да, да, да. Чем девочки. Да, да, да. Ну, этот характер ребенка зависит. Все же разные, в принципе. Ну, и тем не менее, в дальнейшем мы как-то видим в основном засилие мужского населения в спорте. Девочки как-то теряются. Это спор такой физически тяжелый, на самом деле. И девочкам очень сложно. Девочкам, чтобы показывать, ехать на высокий результат, нужно быть физически развитыми. Например, вот у нас есть такой четкий пример. После прошлогоднего сезона, ну, у нас девочка, да, одна девочка, которая в этом году будет в классе 60. Вот она сейчас лидирует в чемпионате Украины. Лера Щеголева. Она спокойно может отжаться от пола 200 раз. То есть, до этого, до картинга она вообще не могла. То есть, ну, вот так. Поэтому они физически должны быть очень развитые. Они могут проехать, например, 200 километров в день и так 4 дня подряд. То есть, ну, 800 километров в спортивном режиме. То есть, если этого нету, то тогда, получается, не будет ни времени, ни результата, ну, вообще абсолютно ничего. Ни в борьбе ничего не будет. То есть, ну, такого плана. Поэтому надо быть крепкими. Мальчикам намного проще быть крепкими, чем девочкам. Поэтому у девочек стоят дополнительные задачи еще. Отслеживаете ли вы судьбу своих воспитанников, когда они уходят из команды? Какие-то примеры есть у вас, кто пошел дальше? Нету примеров. Свежая команда, поэтому особо пока все еще маленькие. Пока только все у вас в гнездышке. Все маленькие, да. А как к вам попадают люди, расскажите. Смотрите, у меня на официальном сайте команды висит объявление, что я ищу пилотов, да, скажем так, вот 5-12 лет раз. Дальше через интернет. А также вот сейчас мы последние там два сезона показываем хороший результат. Некоторые пилоты из других команд просят, ну, просятся, да, вот давайте попробуем. Если у нас все пойдет, как бы мы будем с вами с удовольствием. Вот самый свежий мальчик, да, у нас проехал две гонки только. Вот, Кочмар, Костя, да, и он, получается, в этом сезоне выехал, проехал четыре гонки последним, по-моему, очень сзади, да. Потом что-то пропускал, пропускал, а потом они попросились нам попробовать. Мы попробовали, мы тренировали. Это в этом сезоне? Это вот сейчас. Потому что, по-моему, в прошлом сезоне уже ехал. Это, я так понимаю, сын Юрия Кочмара. Да, 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 совершенно верно. Вот Юра попросился попробовать, мы поездили три дня на чайке, показали очень классное время. И договорились, что мы на две пробные гонки берем его в команду. То он приехал на первой гонке вторым сразу же, а на второй гонке приехал четвертым. Но во втором финале приехал третьим. То есть, в принципе, он залез в топ-пятерку. Ну, он, конечно, еще косячит. То есть, он свеженький. Ну, как, там есть, что поправлять, будем поправлять. Но, во всяком случае, поехал намного ярче. То есть, вот такого плана. Только за счет того, что пришел к вам в команду. Какие у вас... Мы очень много информации ему влили в голову. То есть, потому что, ну, маловато мальчик знал вообще. Ну, в плане езды. Вот много было ошибок. Очень много ошибок. Очень много. Вот это все потихоньку, потихоньку, потихоньку. Мы начали, ну, как бы начали исправлять. Но еще не до конца исправили. То есть, будем еще исправлять, исправлять. Есть что. Но даже Юра мне звонил два дня назад. И говорил, что они проехали гонку. Они едут в Эстонии, по-моему, и идут в соревнования. Отдельно еще, да. То там тоже они ездили где-то восемнадцатыми раньше. И сейчас на последней гонке он ехал в десятки время. И в первой десятке. И приехал, по-моему, двенадцатым. И то из-за того, что там что-то дали ему пенализацию ни за что. А так, в принципе, был бы восьмым. Ну, где-то так. То есть, результат улучшился намного у него даже там в Эстонии. Потому что мальчика чуть-чуть поправили, он начал ярче ехать. Скажите, а как правильно, ну, не называть, а относиться к картингу? Эта школа все-таки больше для дальнейшего движения в кольцо или же для движения в ралли? Либо же независимый. Честно говоря, в любой спорт после картинга. Картинг очень динамичен. И тут проезжается поворот, например, за полсекунды на супервысокой скорости, на больших нагрузках. И поэтому сумасшедшая динамика. И реакция обалденная должна быть. Поэтому после этого, после картинга, скажем так, можно ехать везде легко, потому что там везде будет легко. У нас сколько людей уходило, например, в то же кольцо или в ралли. Скучно просто. Ребята расслабляются моментально. Вот есть четкий пример. Данил Проненко ездил в чемпионат Германии в международном классе с коробкой передач в Казете. Он ездил там в пятерке. Там пару сезонов подряд ездил в пятерке. То есть быстро, очень быстро. Потом он пошел в формулу. Вот он сейчас, я не знаю точно какую, по-моему, двухлитровую какую-то формулу. Он проехал в этом сезоне полсезона на формуле. И сейчас вот была гонка неделю назад в Германии. Он решил попробовать в Казете опять промчать. Еле попал в финал и занял какое-то 20 какое-то место. То есть, ну, уже не в пятерке. Пятерка та же, которая и была в прошлом году, она отъезжает и все, догнать невозможно. Расслабился. То есть, картинг такой, ну, сложный спорт. Потому пилоты формулы-1 и тренируются в картинге, потому что динамичный очень такой. Я еще почему спросил. Вот Юра Кошмар, да, он привел сына. Мне просто интересно, давал ли он вам какую-то... Вы высказывали какую-то просьбу, что вот я хочу там его потом в ралли, поэтому это неважно. Сейчас у него картинг, ему всего 9 лет, поэтому пока просто занимаемся картингом. Насколько я знаю, еще в картинге ездит сын Александр Иванченко. Да, да. Он к вам пока еще не просился? Не-не-не, у Сани все и так красиво, хорошо. Иванченко умный человек, очень классный титулованный пилот. Один, наверное, думаю, сейчас в наше время он самый титулованный пилот в Украине среди всех картингистов. Он много... Все задолбались считать, сколько раз он был чемпионом Украины. Он, наверное, сам. Он может все сам научить. Сам задолбался считать уже. Поэтому Иванченко топ пилот. Хорошо, у меня еще есть одна тема, которую я хотел бы поднять, общаясь с вами. Насколько я знаю, сейчас вы активно, ну не знаю, недавно ли только начали вы эту тему развивать, либо это было раньше, я просто об этом не знал. Но, насколько я понимаю, у вас сейчас активно развивается тема прокатного картинга. Откуда ноги растут? Это продолжение бизнеса, это база, вы там будете отбирать себе ребят, либо это просто совершенно параллельно независимое? Это параллельно независимое. Просто дело в том, что когда, например, есть опыт какой-то в картинге, то ничего сложного нет, чтобы создать прокат и заниматься прокатом. Это легко и просто, и поэтому принял решение параллельно развивать этот бизнес. Подошли правильно изначально к этому делу, потому что купили машинки самые мощные в Украине, чтобы было интересно пилотам. Не просто таким клиентам, которые приехали, покатались, уехали, а тем, кому интересно получаться в соревнованиях, кому интересно быстрее поехать, научиться тормозить, потому что машины быстрые. Поэтому взяли такие машинки и потихоньку мы каждый месяц меняем трассу, проводим очень много разных гонок, разных лиг, серий, новички, не новички, лига. Вот вчера до часа ночи была как раз гонка, я еще судил. Вот, была лига ингулкарт. То есть, в принципе, тоже интересное направление, особенно вот в зиму интересное направление, потому что у нас же спорт сезонный, да, и поэтому зимой особо нечем заниматься, а здесь будет чем заниматься. Ну, насколько я понял, у вас здесь недалеко от Теремков, да, центр? Улица Заболотного, 37, это торговый центр «Артмол». То есть, получается, у вас крытый, да? Нет, он сейчас открытый, но на зиму будет закрываться. Будет закрываться. То есть, для вас все-таки это не совсем покатушка, не совсем шоу, это все-таки немножко с таким спортивным уклоном. Спортивным уклоном 100%, потому что так неинтересно. Как бы, вот у нас есть клиенты, которые, скажем так, вообще пришли, их зацепило, и они у нас постоянно участвуют в соревнованиях, бомбят. Вот сейчас мы садимся, я хоть и 19 лет в картинге, есть понятие, да, и знаю всю теорию, и рулить могу, но вот сейчас реально ребята, которые к нам пришли 4 месяца назад и проехали все гонки, да, которые постоянно ездят, то мы сейчас едем одинаково, у нас там разница. Ну, вот я вчера с ними тренировался, с этими ребятами, десятка, две десятки разница, все, они чуть медленнее на десятку или на две, едем реально на равных. Если буду я, например, ехать узко и крыться немножко, то мы будем просто одинаково ехать, и все, то есть не уеду от них, поэтому, ну так, интересно, как бы, очень интересно. У нас большая масса людей, которые приходят, им становится интересно, возможно, оттуда потом потихоньку буду предлагать людям объяснять, там вот, смотрите, там все, конечно, взрослые, контингент абсолютно все, туда пилота в команду невозможно взять, потому что все реально взрослые, но, тем не менее, каких-то пилотов в чемпионат Украины там, да, можно засунуть без проблем добавить, без проблем. Если они заразятся, да, этим вирусом? Ну, смотрите, да, ну, вот, например, я могу сейчас сказать двух пилотов, которые были раньше прокатчиками, которые ездили постоянно, вот, например, Forza Karting, да, вот, 2011 год, мы только смотрели позавчера распечатку Forza 2011 год, там, где ездил я, мой товарищ Саша, там, Макс, который у нас директор картодрома, и ездило два пилота, Бирюк, Кирилл и Ефанов, вот они вдвоем, они ездили раньше на Forza, сейчас эти, это два пилота класса КЗ-2, то есть, коробочного класса чемпионата Украины, поэтому с проката потихоньку люди приходят в спорт, вот, то же самое здесь, как бы, добавим пилотов без проблем. Ну, и все-таки это еще и дополнительная, как статья дохода, какой-то бизнес. Да, да, да. Скажите, ну, насколько я знаю, в Киеве много таких точек, ну, не таких. Ну, мы вчера считали основных семь штук, да, семь точек. Ну, я не говорю там таких в плане такого же уровня развития, я имею в виду просто прокатного картинга. Да, мы вчера считали семь. То есть у вас семь конкурентов? Шесть. А, вы седьмой. С нами, да. Чем вы можете очертить свои, вот, конкурентные преимущества перед той шестой? Самые мощные карты в Украине раз. Карты мы немножко доделали, потому что у нас есть, ну, как бы, инженерные мысли, да, как это все элементарно доделать. Мы доделали, что они у нас очень хорошо поворачиваются, у нас классно, удобная посадка в машинках, вот, они очень классно рулятся, довесы, все полностью, то есть, выравнивают все шансы всех пилотов, вот, и правильная система построения соревнований, вот, вот это вот в трех словах, как бы, трасса большая, трасса меняется каждый месяц, трассу строю лично я постоянно все конфигурации, поэтому делаю очень сложные, так, чтобы, например, там, тройная эска, в два поворота любой человек попадет в третий и уже не попадет, а после третьего идет прямик, поэтому надо учиться правильно, то есть, ну, такие сложноватые моменты, там, или, например, плавные повороты с торможением внутри, то есть, ну, сложные, где нужно постоянно улучшаться, улучшаться, и все равно через два месяца, там, или через месяц только дойдет, что там надо еще чуть добавить и получится быстрее время, то есть, такого плана. Скажите, вот к вам пришел человек, он заплатил, сел и поехал, сам себе предоставлен, либо вы с ним как-то можете ему что-то подсказать, или они сами спрашивают, как улучшить время? Да, наши маршалы рассказывают инструктаж, как ехать, ну, по безопасности, скорее всего. По безопасности, как, что, к чему, если человек заинтересован, потихоньку, да, и начинает интересоваться, да, мы подсказываем, как, что, куда поворачивать, готовим его к соревнованиям, например, и он едет уже в любительскую гонку, то есть, вот такого плана. В любительской гонке, как обычно, они все едут за морковкой, и как в любой гонке, они улучшают время минимум на секунду, то есть, любой клиент наш, который к нам приходит, который собирается ехать в любительскую гонку, он в этой гонке вечером сбрасывает, когда гонка проходит, секунду 100%. Морковка у вас что, у вас какой-то призовой фонд? Морковка, имеется в виду, кто-то перед ним, и он ломится просто, вот так, как слепая лошадь, и поэтому… А есть ли у вас какой-то призовой фонд? Да, есть призовой фонд. Какой стимул? Да, смотрите, у нас, в принципе, в самых таких хороших соревнованиях это Лига Ингул Карт, у нас первое место, пилот поедет в Полтаву в октябре месяце на гонку, на нормальную гонку в серии Ротакс, вот, то есть, поедет с нормальными живыми конкурентами, которые там постоянно ездят, и вот будет такой дебют, скажем так, уже в нормальном спорте. То есть, вы ему эту поездку полностью облачиваете? Мы полностью ему обеспечиваем, да, эту поездку, машины, моторы, там, все полностью абсолютно. Как попасть в эту вашу Лигу Ингул? Прийти на картодром, зарегистрироваться, показать хорошее время, бесплатно. То есть, нужно пройти какой-то отбор, приехать с каким-то хорошим результатом, да? Да, нужно проехать, ну, как, нормальный результат, такой, не хуже, там, например, 34 секунд, и все, без проблем, уже ездит до пуска. Ну, а вот эти все круги просто на общих основаниях оплачиваются согласно прескоранта, да, или какой-то дополнительный? А 10 минут, обычный стандартный тариф, там, 110 гривен, 10-минутный заезд. И если ты, вот, в любое время пришел, проехал, этот норматив сдал, то потом ты попадаешь в эту Лигу и имеешь право приехать на эту отдельную кухню? Совершенно верно. А гонка у вас состоит, ну, какой формат гонки? Формат гонки, квалификация, два отборочные заезда и финальный заезд. Все. В отборочных заездах отсеиваются, если пилотов больше, чем 10 человек, то отсеиваются абсолютно все, попадают по очкам, которые начисляются, квалификация и два отбора, по этим очкам начисляются, ну, выбираются 10 топ-пилотов. Вот эти все 10 топ-пилотов попадают в финал. В финале дополнительно еще идет начисление очков. То есть вот такая схема. Ну и у вас эта лига получается многоэтапная, да? Да, она многоэтапная, она семиэтапная. Сейчас еще добавим восьмой этап. То есть вот это вот вчера был четвертый этап. Вчера приехал к нам Валера, который сейчас дебютирует. Тоже бывший прокатчик, постоянно ездил в прокатах, выиграл все, что можно на всех картодромах. Вот, он вчера к нам приехал. Я, в принципе, на него и поставил, что он выиграет. Он так и выиграл. Вот, он сейчас дебютирует в кольце. Они купили восьмерку и потихоньку тренируются. Они в будущем поедут в кольце. Он и его товарищ Галуза. Вот они вдвоем, Шевелев и Галуза. Они как бы новички. Купили по машинке, но пока еще в гонке не собираются ехать. Вроде как вот осенью будет у них дебют. Скорее всего на кубке. Скорее всего на кубке, да. Вот так. Поэтому потихоньку тоже прокатчики идут куда-то. Просто не все в картинг идут. Некоторые идут в кольцо, например. То есть можно сказать, что вы буквально, вы лично являетесь источником, двумя источниками пополнения. Нет, нет. Регата сами приняли решение. Нет, но все равно, тем не менее, и профессиональный картинг вы поддерживаете, и любительский прокатный. И из обоих этих источников мы, собственно, можем черпать молодую кровь для украинского автомобильного спорта. Ну, мне кажется, это здорово. Какие ближайшие планы у вас? Я так краешком уха слышал, что намечена еще какая-то одна трасса. Или пока это только так, на словах пока еще. Какая одна трасса? Ну, вроде в наших телефонных разговорах говорили, что у вас уже одна трасса открыта, прокатная, и вроде бы еще одна. А, есть, да. Есть детский прокат картинга у нас. Мы уже открыли его три недели назад. Это торговый центр «Караван», «Луговая-12». Там только для деток до 15 лет. От 5 до 15 лет. А, ну чисто развлекательная, да? Да, ну, как бы нормально. Просто детские машины там, там небольшая трасса, сделана чисто для детей. И, как бы, там детки тренируются, гоняются. И сейчас вот будем, реально, вот где-то с 15 сентября у нас начнет работать школа картинга. Вот. И, как бы, будем брать детей, да, учить, обучать. То есть, такого плана. То есть, есть вторая трасса уже. Ну, и ближайший спортивный план, это, насколько я понял, в конце августа будет гонка в Киеве, да? Чемпионат Украины, четвертый этап, да, в Киеве будет. Потом будет у нас Кубок Украины сразу на следующие выходные в Полтаве. Вот, последний этап. И потом неделя перерыв, и опять Киеве, ой, опять Полтава чемпионат. То есть, у нас реально за 4 недели будет 3 соревнования, ну, 3 гонки. Ну, я так понял, что ваша команда борется за самые высокие места, да? Ну, пока мы первые в абсолютном зачете, да, как бы, пока боремся за чемпионство. А в каком классе? Вот это с чего? Нет, в общем, в абсолютном зачете всей команды. А, в команде, я понял. Первая и в детских классах, и в том, и в том, пока первая тоже держимся, как бы. В Козете у нас там в коробочном классе мальчик едет третьим. То есть, ну, так, вроде как, неплохо. Ну, что ж, я желаю вам, хочу пожелать вам удачи и на спортивном поприще, и на прокатном. Ну, и на личном фронте, пусть ваш будущий чемпион растет здоровеньким, побыстрее, пополняет наши ряды. Надеюсь, вы не последний у нас раз в гостях. Мы постараемся, наверное, приехать, может быть, ну, обещать не могу, как получится. Может быть, приедем на гонку в Киеве, тем более, тут рукой подать. Да, приезжайте. Поболеем за вас. Спасибо, что нашли время прийти. Надеюсь, всем, кто нас слушал, было интересно. Это был Геннадий Борщ, Ингул Карт. Да. Прослушивайте нашу запись еще раз. Занутуйте адреса прокатных трасс, приезжайте, тренируйтесь и вливайтесь в нашу армию автомобильного спорта. Окей, спасибо. Спасибо большое, всего доброго, удачи вам. Радио Проформула. Если ваша стихия – скорость. Продолжение следует...